так сегодня у нас ролик про вот эту двенашку долгожданную которую думаю многие помнят но я к сожалению пока с вами не буду здороваться потому что автомобиль в данный момент находится в негожем виде для нашего канала сейчас я соня отправлю чтоб она помыла машину и затонировала и вот после того как она и затонирует тогда мы будем с вами здороваться поэтому пока что я не буду здороваться стыдно здороваться как я что я скажу здравствуйте с вами юра волков блять и судя 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 почему нет тонировки так что все исправлено ну вообщем теперь смело можно сказать блять всем салам вы на канале юра волков и судя по заклеенным стеклам 0 9 номерам придавленным порогом низко профильной резине и одному и тому же костюму на мне вы поняли что с вами юра волков я думаю уже всех за эти весты блять невесты всякие уже все соскучились по четырки по двинарю но четырка скоро у нас будет в работе вот я ждал как раз потепление а двенашка вот как раз настало время ее тоже ремонтировать ну на сегодняшний день состояние двенашки такое как вы помните сколько уже года два назад я украсил восстанавливал они до сих пор нету ни одного рыжика ускольчики небольшие есть да на капоте естественно потому что машина ездит да небольшие сколы присутствуют но в плане покраски никаких изъянов пока еще не выскочила и это хороший результат потому что реально прошло уже два года и нигде ничего не шпаклевка не лопнула хотя я на самом деле думал тут много шпаклевки потом когда толщиномер купил толщиномером прошелся реальные слои шпаклевки только в двух-трех местах типа прямо остальное все там ну подшпаклевано как на обычных машинах как всегда в принципе и красят внешне что мне в ней не нравится и что я почему-то не сделал это собирался делать но с тех пор как я ее тогда покрасил восстановил с тех пор я это почему-то и не сделал и по сей день соня так и ездит это зазоры то есть зазоры дверей я собирался их тогда выставлять как-то пытаться это все делать но с тех пор зазоры очень страшные здесь вообще кому-то дверь открыта кажется и лючок тоже так болтается не закрывается нормально постоянно откладываю на потом и в общем это потом никак не настанет напомню то что на ней ездит соня когда-то вы ее разыгрывали на я думаю кто на канал подписан те знают блин так секс лучше напомню когда-то ему ее разыгрывали но победитель выбрал деньги машина осталась у нас и соня так как я очень сильно полюбила ну я тоже соня сейчас на не ездит и именно соня выбрала и поставила такие вот диски это р 15 профиль как у меня на 4 кисто 65-45 15 и вот так вот нас получается прикольно смотрится так для девочкой но я все равно больше люблю штамп и конечно штампа это такая вот щас бы заклеенная блана штампах она бы прям вот как бы она выгляделы offered так она выглядит элегантно так для девочки кли Im soon a нравится это самое главное ну и мне нравится в основе на штампах себя строже любая тачка российская на штампах она бы для строже выглядеть чем на дисках так вот чем им сегодня займемся. В первом ролике, когда я ее покупал, я вам рассказывал то, что у меня у отца когда-то была тоже двенашка, и у меня такая мечта детства была купить двенашку со старой такой панелью. Это низкая 2110 панель называется, или как она называется. И я прям тогда ей сказал то, что я принципиально не хочу ее менять. Она в очень хорошем состоянии, и я принципиально хочу кататься с ней, чтобы ощущать классику двенашки. Да, приора есть приора, да, там приора панель. Я хочу ощущать классику двенашки. Ну, не собирался ее менять. У меня стоял классический руль, как бы десяточный. Мы решили поставить вот такой руль анатомический. Ну, и время прошло. Пришло время, так сказать, накатались уже, и хочется уже сюда поставить что-то посвежее, потому что все равно это те, кто ездили на десятках, на двенашках, знают как это все гремит, потому что все здесь очень... Ну, вот так вот как-то примерно выглядит. Вот здесь очень много всяких соединений таких, ну, это такая тарахтушка, короче, в целом эта машина погремлю, как и четырка, как и эта. Бля, вот у Сони тут понавешанной всего, бля, там пи***ц. В общем, классика, так сказать, немножко поднадоела, и, естественно, не могу сказать, что мы сейчас будем делать что-то необычное. Это банальная вещь, поставить, весь салон, в принципе, поставить от Priora 2, что, в принципе, многие делают, и вот мы сегодня решили сделать это. Но, помимо того, что поставить торпеду в Priora 2, мы будем полностью менять всю проводку, то есть подкапотную проводку мы поменяем, в салоне поменяем, включая двери, а поставим всю проводку в салон от Priora 2. Поставим кондиционер, ни гера себе, машина черная, я на ней умирал. Кто помнит видео, когда мы с Соней снимали, кто быстрее там проедет по пробкам, там, в шашках, и когда я ехал на двенашке, круг заклеенный, я вот так вот стеклышки опускал, чтобы мне видно не было, потому что у меня машина заклеенная. Кто этот ролик смотрел, помнит, как я помирал просто, с меня вот так водой текло, потому что машина черная, затонированная, без кондиционера, плюс еще тут, ну, не всегда холодный воздух отсюда дует, то есть тут и зимой, и летом отсюда теплый воздух дует. И, в связи с этим, как бы мы решили поставить сюда кондиционер от приора 2, тоже хала, не унязиме. Так, вообще, на самом деле, нам надо поспешить, сейчас долго вам рассказывать тоже не буду. И Соня тут сделала дверные карты, будет ставить музыку, вот, она на заказ там, ей изготовили по ее желанию и хотению дверные карты, и вот эти дверные карты мы тоже снимем, и поставим дверные карты от приоры 2 под музыку, и в этом же ролике тоже установим музыку. Там нам пришла музыка от АМП, и ее мы тоже так же сюда установим. Сейчас быстро покажу, что по музыке нам пришло от АМП, и что мы будем в конце ролика потом это ставить. Так, начнем с самой большой. Тут у нас два сабвуфера. Я решил, короче, поставить динамичку, все то же самое, что в приору поставил. Два вот таких сабвуфера АМП, МАЗ-800, вот там в коробке видно второй. А, значит, другой коробки. Также вот такой мощный одноканальный усилитель, маленький, но мощный. Четыре пары эстрадных динамиков, такой вот комплект динамиков, тяжелый, массивный. Также две пары вот таких твиттеров, и вот такой широкополосный двухканальный усилитель. У АМП огромный выбор автозвука, от самой бюджетной до мощной музыки. На любой вкус, под любой бюджет, кому что нужно, все вы здесь найдете. Также сабвуферы, реально большой выбор усилителей. И не только автозвук, здесь вы найдете лампочки, головной свет, различные LED-лампы от АМП, подсветку в салон, габариты, силовые акустические провода, межблочные, установочные комплекты, камеры заднего вида, универсальные или к рамке номера. Они нашли такой баланс по цене и качеству. Ссылку на официальный сайт я оставлю в описании. Также можно ознакомиться с ценами на Валберес или Озон. Так что, если кому нужна хорошая, качественная музыка, пати АМП. Так что, вот с такой вот торпедой классической нам приходится прощаться. Ну и как обычно, да, ну, блядь, как обычно бывает. Мы со Ставрополя переехали в Краснодар, но что, что-либо делать, мы всегда едем обратно в Ставрополь. Как технически, так и менять торпеду и все это останавливать. Мы тоже сейчас поедем в Ставрополь к нашим друзьям. Как они называются? Ну, я забыл, как они называются. Блядь. Без друзья называются. Как? Эл авто. Все, вспомнил, блядь, все. Просто давно не ездил, поэтому чуть-чуть подзабыл. В Эл авто, в город Ставрополь. Дин, там наш профессионал нам все установит. Короче, давайте не будем много пи***ть, а начнем, короче, собираться вообще. Получается, вам немножко сегодня влог будет вести Соня, потому что я улетаю в Москву к Никитосу сниматься в ролике, а машину отдаю под Сонину ответственность, и она будет вам немножко что-то подснимать, как там что-то делается, а я улечу, короче. А потом я приеду и приму работу, так сказать. Вот они, штампы. Четырка пока вот стоит здесь, как будто склад какой-то. Ну, я уже рассказал то, что сейчас как раз будут потепления, и вот к потеплению я буду сейчас ей заниматься, так что одни из следующих роликов уже точно будут про нее, потому что она стоит не потому, что я опять забросил типа еще раз, а потому что было холодно, и мне не хочется с ней ничего делать, мне этот гараж не нравится, и из-за этого я здесь не навожу порядки, а из-за того, что я не навожу порядки, мне здесь некомфортно что-то делать, а из-за того, что мне некомфортно что-то сделать, я не хочу с ней ничего делать. Вот, я сейчас жду потепления, чтобы на улице с ней делать все, что я хочу с ней. Ну, короче, поняли, увидите в следующих роликах. Это задние карты, кстати, Priora 2, но их, наверное, не будем с собой брать, потом сами. Блядь, тут все поставило, конечно. Это, кстати, новые диски на 4-ку, немножко вам про спойлерю, немножко другого размера, они у нас будут сейчас стоят 15-е, давайте вам хоть 4-ку увидите, блин, наверное, уже забыли. Вот такая вот она, с потресканными порогами, бедолага, вот так вот все тут болтается, все это мы сделаем на 16-х торусах, но скоро будут тут стоять новые диски, которые вот в этой коробочке у нас спрятаны. Короче, я что-то как будто слишком по-умному разговариваю, все, я уже заебался. Вот вся хуйня, которую мы будем устанавливать. Кстати, многие интересовались, почему в последних роликах во всех я вырезаю маты, так сказать. Меньше, наверное, становится интересно смотреть, и многие прям жалуются, типа, раньше, когда первое время я снимал ролики, все жаловались, бля, много мата, хватит материться, много мата. А я начал вырезать маты, и мне начали писать, мало мата, ты че, ебанулся, бля, хватит вырезать маты, зачем ты их вырезаешь? На самом деле, Ютуб почти на все ролики мне дает 18+, и из-за этого очень сильно вырезаются просмотры, и это из-за мата. И я решил в некоторых роликах повырезать маты, оставлять только слово блядь. Вот, почему-то слово блядь Ютуб не видит, как будто из-за всех остальных матов он дает 18+, он не выскакивает нигде в рекомендации, не то, что даже в рекомендацию, даже подписчикам не выскакивает бывает. Даже если кому-то выскакивает, тот не может посмотреть этот ролик. Но это реально такая проблема небольшая, я с этим ничего не могу поделать, исходя из этого, мне приходится вырезать маты. Чтоб на ролике не давали 18+, поэтому, ну, извините, если правила когда-нибудь поменяются, я бы с радостью... Вы думаете, мне это в кайф, я вот так сижу и каждый этот мат вырезаю, у меня дохуя мата, и я каждый раз, блядь, хуй да ни хуя, хуй да ни хуя, и каждый раз мне это приходится вырезать, и вот сейчас я это сижу, монтирую, и думаю, блин, нахуя я столько матерился много. Кстати, это немножко помогает, даже если кто заметил, я даже стал чуть реже материться. Но это, по крайней мере, на роликах, в жизни это никак не влияет, и я в жизни как матерился, так аватируюсь. Короче, по комплектующим, я даже не знаю, что здесь у нас, блядь, здесь. Блядь, как мы это сейчас все грузить будем, я не знаю. Давай, короче, это сейчас будем вытаскивать, и походу снимать. Так, первое, это у нас... Здравствуйте. Радиатор, вентилятор. Наверное, это оно, да. Ну, это радиатор, вентилятор, кондиционера. Вот так вот ставишь, вот так. Это мы паркуем. Ну, вот сюда. Сейчас нам это все надо загрузить в нее, потом еще торпеду Преора 2 загрузить в нее. Тут всю херню надо загрузить в нее, блядь. А у нас еще сумки. А, блядь. Так, какая-то хуйня. Это кронштейны, видимо, почему-то два, я не помню. Он мне что-то рассказывал? Какие-то кронштейны, короче. И да, если вдруг кто-то ждет, что я буду подробно рассказывать, как это все устанавливается, и что, куда, откуда, блядь, переставляется, то вы вообще не туда попали, блядь. Старенькие, конечно, знают. А если кто-то новенький зашел с надеждой на то, что типа, о, сейчас посмотрю, как ставить кондиционеры, торпеду Преора 2, блядь, в мелочайших подробностях, то вы вообще не туда попали, блядь. Я здесь просто такой, блядь, такой приехал, на ней такой, смотрите, какой я красивый. Вот, пожалуйста, поставьте мне. Мне поставили, я забрал. Такое все, спасибо, вот я поставил. Вот такой вот будет ролик, блядь. Это у нас компрессор кондиционера. Называется... Компрессор. Так, это у нас какая-то хуйня. Все запчасти у нас предоставлены от Приор Люкс, блядь. Так, это у нас салон Люкс, видно, видно? Люксея не было. Проводка в салон от Приор 2 Люкс, блядь. Это какая-то хуйня. Начинается мой стиль уже, блядь. Уходим, уходим, уходим. Это проводка под панель Люкс. Видели, как я сквозь пакет даже узнаю, насколько я умный, блядь. Сквозь пакет вижу, что там внутри находится. Так, а это под капот Люкс. Люкс, блядь, это самое главное слово. Не надо писать, под капот, блядь, там куда. Главное, Люкс. Можно было вообще не писать, куда. Главное, Люкс, блядь. Пойдет. Самое главное. Блядь. Я думал, как это называется? Блок сигарет, блядь. Короче, блок кондиционера, блядь, хуйня. Написано Люкс. Если не написано, я не буду ставить. Где написано Люкс, блядь? Ну ладно. Это корпус печки Приора 2. Люкс, блядь. Куда его ставим? Ой, с него там что-то случится. Ну и последнее. Ну и все трубки кондиционера. Вот и все. В принципе, конец ролика. Вот и поставил я комплект кондиционера от Приоры в двенашку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, блядь. Вот как-то так это все выглядит. Вот вам и двенашка с кондиционером Приоры 2. Так, ну здесь, в общем, мы вроде все забрали. А, нет, вот еще что-то. О, чуть не упал. Я не знаю, что там Люкс написано. Это в двери. В двери. Блядь, что не Люкс, что ли? Ебаный ворот. Туманки нужны? Блядь, ну вроде все, но я надеюсь, Субару Паук ты ж не будешь ставить? Вот, дверные карты Соня сделала. Правда, я ей говорю, в черную строчку сделать, она зачем-то серую сделала. Ну, прикольно. И вот такая алькантара, я грязными руками не хочу трогать, но зачем-то потрогал, блядь. Мол, крутая бы. Тинь-ти-ринь-ти. Так, багажник закроется. Тонировку все равно будем переклеивать, поэтому... Если даже поцарапается тонировка, ничего страшного, в принципе. Догрузились, поехали. О, нихуя, Порш. Даже у Порша нет номера 911, а у нас есть номера 911. Да, я шучу. С кондиционером вообще интересная история получилась. Соня уже один раз купила комплект кондиционера, и ее кинули, короче, на бабки во вид. Она бедная сама копила на этот кондиционер. Как бы я ей двенашку отдал, сказал, делай ее сама. То есть, чтобы она проходила путь, не так, типа, что там, ой, поставь мне это, поставь мне то, я хочу ездить, да, чтобы она со мной, ей само это интересно. И она сама как бы ездит, что-то там с машиной делает, где-то что-то ремонтирует, как бы где-то ищет мастеров, всю сама, короче. И у нее это неплохо получается. И она решила сама купить, блядь, кондиционер. Накопила на него, сколько, 30 тысяч, блядь? 32. 32 тысячи накопила, реально прям копила. Деньги такая, на слава вида кондиционер, и такая, не посоветовавшаяся со мной, такая, ну, я все сама. Скинула полную предоплату человеку и купила комплект кондиционера тоже от Prior 2. Ее, короче, благополучно кинули. Ни хуя не отправили, выключили телефон. А, ну, реально было правдоподобно. Если бы меня раньше до этого тоже не кидали, я бы, наверное, тоже поверил бы. Но меня когда-то на резину тоже кидали так. Ну, я думаю, многие с этим сталкивались. С такими пидоросами, которые кидают простых людей. Я понимаю, когда там богатых обманывают. Ну, это, конечно, тоже плохо, но это, с одной стороны, можно кого-то понять, так сказать. А они на святое озарятся. Люди ищут торпеды, Prior 2 не могут найти. Кондиционеры Prior 2 не могут найти. А они, сука, левое объявление выкладывают. И вот на радости чужих людей навариваются, сука. Я понимаю, на чем-то другом там можно, блядь. Ну, нельзя, ну, можно, типа. А вот на Prior 2 запчастях люди и так их бедолаги ищут, блядь. А они, сука, их выкладывают и кидают людей, сука. Это, блядь, плохо, не делайте так. И Соня продолжила поиски кондиционера. Очень расстроилась. Ну, ничего, все в жизни бывает. И нашла также объявление с комплектом кондиционера. Написала. Это оказался парень, который нас знает. На нас подписан. И Соня, как бы, ему написала, что нужен комплект, там, и так далее. И он предложил предоставить все это, так сказать, бесплатно, блядь. В общем, Соня, вот это все, это, ну, то есть, я сейчас это снимаю. Знаете, как, Соня все это нашла, насуетила, так сказать. А я такой, о, ты все нашла, все, поехали видео снимать. Я себе видео сниму, как ты там все нашла, такая, да, молодец. А я такой на свой канал все, раз, 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 и закину. Вот. А я такой нет. Пацан реально от души предоставил нам, так сказать, ну, попросил просто упомянуть о том, что у него авторазбор. Ну, грубо говоря, да, такими коммерческими словами за рекламу предоставил. Ну, все, что сейчас в машине лежит, не то, что даже отправил, он нам сам привез, бля, с Саратова. Так, сейчас мы приехали в другой гараж, забирать торпеду Priora 2. Ну, и получается, все, что вот тут у нас лежит, все это нам отправил парнишка бесплатно. Также, кстати, у него есть YouTube-канал, и у него есть ролик, где он снимал, как он мне все это привозил. Он даже мне это привез все, не то, чтобы даже отправил, ну, не мне, а нам, так сказать, бля. Он нам это все даже лично привез. Канал у него называется Дима Авторазбор. Я еще, естественно, ссылку оставлю в описании. И также у него есть Авторазбор. Я не помню, какие точно у него там машины на Разборах бывают, но, как минимум, Priora 2 точно бывают. Это, наверное, самые редкие запчасти, которые когда-то где-то приходится искать. Еще Разборка в Саратове также отправляет по всей России. В общем, все ссылки на парнишку оставлю в описании на YouTube-канал и на Авторазбор. Подписывайтесь на его канал, поддержите пацана так же, как он поддержал Соню в трудную минуту. Как говорится, встречаются плохие люди, которые докинули Соню, и встречаются хорошие люди, которые ей там от души просто это все предоставили. А сейчас мы приехали, вот у нас такой сарай дома есть. Мы приехали сейчас на дом, и у нас в доме как бы есть сарай, да, в любом частном доме есть сарай. У меня вот сарай на колесах, в котором... Чик, оба. Здравствуйте. Лежит торпеда Priora 2, которую когда-то я покупал на розыгрыш. Победитель выбрал денежный приз вместо торпеды, и торпеда осталась. Соня, конечно, этому очень сильно обрадовалась. Эх, Димасик, Димасик. Ой. Вот она. Интересно, сколько пробег на приборке покажет? Семерку все равно красить. Я только хотел сказать, сейчас напишу, о, как можно на кузов поставить, багажник, что-то меняться все равно будет. Так. Какие-то штучки. Да, ну вот это, в принципе, нового купил. Ну, да. Ну и вот такой вот комплект, это борода, это торпеда Priora 2 с приборкой. За 50 тысяч я покупал эту торпеду. Вот представьте просто, я даже ради интереса заходил, смотрел на BMW G30, по-моему, ну, какую-то свежую BMW. Торпеда стоила там тысяч, тоже так же 50 и на Priora. Ну вот сравните BMW качество, блядь, и Priora. Просто это люди искусственно придумали эти цены. Это смешно и глупо, но все покупают так же, как и я, блядь. Потому что хочется все равно, ну, чем-то Priora 2 зацепило так людей, то, что все от Priora везде ставят. Любую машину все от Priora ставят. Все, сейчас, в общем, это все в салон грузим и выскакиваем. Все вы по-любому слышали про трейдинг на финансовых рынках, но я уверен, почти особо никто не вникав в саму тему трейдинга. Pocket Option это лучший вариант, чтобы понять и зарабатывать. Как и везде, все начинается с регистрации. И при регистрации, если вы укажете мой промокод волков, вы получите бонус 60% своему первому пополнению. На платформе Pocket Option огромное количество фичей, которые отличают ее от других. Например, крутая геймификация, которая делает твой путь к заработку более интересным. За торговые достижения и активность вы будете получать очки опыта, представленные на сайте в виде кристаллов. Из-за них открывать сундуки с бонусом к последующим пополнениям. Также у Pocket Option есть сейф с накоплениями 10% годовых. Сейф открывается абсолютно бесплатно и дает возможность пассивного заработка. Немного поговорили о фишках Pocket Option, теперь перейдем к самому главному этапу, к трейдингу. Даже особо не разбираясь, вы можете хорошо заработать, просто копируя сигналы в маркете. У опытных трейдеров. И нажимаем наблюдать. Чем больше стрелочек вы видите, тем больше вероятность успешной сделки. У Pocket Option огромная комьюнити трейдеров. Вы можете познакомиться с опытными трейдерами и делиться вашими достижениями и новостями из мира трейдинга. Ссылку на Pocket Option я оставлю в описании. Переходи и при регистрации вводи его промокод и получи 60% в первом пополнении. И кстати, хочу напомнить, что с 28 марта стартует розыгрыш приуроченных дню рождения Pocket Option. Призовой фонд миллион долларов. Где главными призами будет Tesla Kyber Truck, Porsche Macan и еще много крутых дорогих призовых мест. Не упусти свой шанс выиграть один из призов. Переходи по ссылке в описании и участвуй прямо сейчас, время ограничено. Все, короче, мы выскочили. Вот такой вот у нас сзади кавардак. Все друг на друге лежит. Потом помимо всех запчастей у нас там еще сумки. И на самом деле я прям соскучился за ездой на тазах, блядь. А то в последнее время на Вести что-то разъездился. Такой крутой, блядь. Вот так шумно. Ветер задувает отсюда, ветер задувает оттуда, отовсюду. Сидеть тесно, ну это такой кайф, отвечаю. Это самые лучшие машины, блядь, которые существуют. Они не самые комфортные, не самые качественные. Но, блядь, они самые лучшие, сука. Идеал никто не любит. Вот кто-нибудь любит идеальных людей, блядь. Ну, например, просто сейчас быстро вкину такую мысль. Кто-то любит идеальных людей. Идеальный в том плане, который во всем правильный. Ничего не нарушает. Живет по всем правилам. И такой вот весь правильный, хорошенький, блядь, неважно, мужчина или женщина. Идеальный, так сказать, там, с идеальными лицами, фигурами. Такие спортсмены с правильным питанием. Никто их, ну не то, что никто, ну мало кто их любит, блядь. Я, например, таких не люблю. Нахуй нужен. Я лучше с простым человеком пообщаюсь. Поматерюсь, блядь. Который не будет мне там упрекать, какой у меня маленький словарный запас. Я простой люблю простых. И так же с машинами. Я не люблю идеальные машины, какие-то комфортные, тихие, блядь. Чтоб ты ехал такой, типа, ух, все, я в комфорте еду, блядь. Я люблю вот так нажал, чтоб выхлоп было слышно. Чтоб ветер отсюда задувал. Чтоб я вот так шел, блядь. Руль вот так вот постукил. Тут руль не бьет, но все равно вибрации передаются. Это ж тазик, ебаный в рот. Мишка ваху, если нет, он в шоке. О, куда я попал, блядь, я с такой скоростью еще сколько не ездил, блядь. Никогда в жизни. Так аккуратненько плывешь. И вот я кайфую с этой дороги, с этих машин. И с этой жизнью. Вы тоже кайфуйте. И заряжайте свои тазы, сука. Заряжайте, блядь, чтоб кайфовать. Так что мы вот так вот все погнали. Пожелайте нам удачи. И ни мусора, ни жезла. Или как нам говорится, блядь. Блядь, в это зеркало ничего не вижу. Хотя кто нас догоняет, нас никто не догонит, блядь. Кстати, я сейчас решил попробовать снять этот влог на новую камеру на GoPro. Напишите тоже в комментариях, заметили ли вы, что улучшилось качество. Как вам качество звука, качество картинки там и в целом. Или лучше на старую камеру снимать. Если что, напишите обязательно. Обязательно жду вашу объяснительную мне, пожалуйста, на стол в комментарии, блядь. Только у нее зарядка садится, что-то она быстро садится. А у нас есть все, что мы хотели, короче. Ну и что-то больше, а у кого-то другого. А что делать? Можно шкаф бегать, дунуть или позвонить дальнему знакомому и его кинуть. Пока тебя мажут, свои качели качают каждого. Я Сао Продакшн, хотя становимся старше. Иногда так страшно проснуться взрослым однажды. Пока тебя мажут, свои качели качают каждого. Я Сао Продакшн, хотя становимся старше. Иногда так страшно проснуться взрослым однажды. Как ты там, 569-я школа, у меня все нормально Дела идут ровно, идут годы, новые знакомые мутят воду Мы разный мастер, но из одной колоды В своем кругу мы с пацанами варим кашу С которой по вечерам на хате выносят крышу Ты что-то слышал, качал по сети, режь на CD Это только краполей твоему паре Прилагаю этот трек с новостями из утренней казеры А ты все колбасишься на транс-пати Поставь это с утра, отвечая в катет Замутили у Кати, два по двадцать пять Опять не получится этой ночью спать Виски с колой, экономьте сигареты Я бы плотно пообщался с девочкой Света Из третьего подъезда, папа на С-классе Только поступила, учится на первом курсе Финансовой академии, дневное отделение Любит лакосты белые и синие клеверы Я не уверен, но мне кажется, она хотела бы С половинки клевера отдохнуть телом Я даже застелил бы одеяло на своей постели Ради такой карусели Нормально стелим, хотя пока еще не в телике Отдыхаем только с теми, кто с нами в теме Прожигая время, качаем качели И мечтаем о чем-то утром в воскресенье А я все продолжаю водить экскурсии от Павиляги Мимо Третьяковки и до Кузни И хуй с ним, что меня не пускают в Ягеля Зато в глазах у пацанов на районе я вижу респект Я видел много бутылок с дырками Одну дырку в затылке Изнутри чугунной решетки на бутырке Из своей маленькой квартирки каждый день Я молюсь, надеюсь, что лет пять еще продержусь Я просто еле дышу Днем питаюсь дымом, а по ночам пишу О том, что вижу Все, уже в аэропорту Я вот как школьник буду с рюкзаком Передаю вас Соне Под ее ответственность Она едет уже Снимает, как загоняет тачку Там, как ее чинят, всякую херню Все держит под контролем строго Так, я тебе передаю 700 тысяч подписчиков Спасибо Всем привет Все, надеюсь, вы в надежных руках Если будут вас обижать, блядь Сразу мне говорите Пишите в комментариях Все, я, короче, погнал Все, на связях, блядь Долетишь, прилетишь Напишу Ты тоже Напишу, напишу, блядь Все, спишемся Все, спишемся Всем доброе утро Доброе утро Доброе утро В общем, сегодня уже Сегодня 19, да? 19 февраля 2024 год Мы едем на установку торпеды Мадам, отправляю за приоры В Ставрополь ветрено Оф Ее, холодно, что-то я Приподнимем Ой, чуть не покатились В общем, уже все заехала Вот сейчас, короче, разгружаться будем Тут вот так вот Все потихонечку Вы запомнили ее такой Торпедой В общем, машину оставили пока что Сейчас поедем в карбокс Купить много чего Там генератор Кронштейны какие-то там На генератор Болты на генератор Муляж подушки Что-то еще надо было купить Еще мы вчера, короче, ездили в Черкесск Покупали Эур Забрали мы его за 26 В общем, все Генератор отвезла Блок вот этот вот Отвезла В общем, всегда бывает такое, что Есть какая-то проблема Я забыла вот эту купить Есть какая-то проблема И эта проблема От того, что двенашка 2001 года У нее нету каких-то Получается, как в крыле Где поджабо вот эта печка Черная Я не знаю, как она называется Должно быть такое вот Отверстие Специально сделано Чтобы можно было поставить Вот эту черную штуку Допустим, приоровскую Где ставится телевизор Там под телевизором Нету тоже отверстие Чтобы поставить радиатор Или еще что-то Придется самим это все делать Самим дорабатывать эти моменты Если бы двенашка была бы там 2006 года Там как раз уже есть эта штука Вот эта вся фигня А еще сегодня прилетает Юра Поэтому дальше будет он с вами Трындеть Потому что я много чего не знаю Я много чего не понимаю Какие-то там штучки Всякие какие-то запчасти Как бы надо учить Но у меня есть Юра Он знает больше Поэтому такие дела От Якато до Березы По хуйне дорога С Кимашевских районов Если тебе знакомо Это Джеки на спорте С нами Макси Ака Снова покраснеет брат Ты рано закапал Аккуратней Тут зарядом пластик плавит Убирает Эндеграунд криминальный Ты ждал, знаю Заебал Ну а как иначе Пока топил Даже раки Пацанам прокачивал Вольга шужала в падике Когда был маленький Не было ЛВ На пневму Сделил на статике Выливаю на пол Такую небольшую перебивку С информацией Между делом Вам закину Чтобы вы понимали Прошло уже Дня 3 3 или 4 дня установки И вот я вот с этого магазина Вот магазин Carbox Который я вам всегда Рекомендую По 4 раза в день По 5 раз в день Просто приезжаю Помимо этого Постоянно какие-то Разборки Ну в смысле Не в смысле Там блатные А в смысле Авторазборы Потому что Столько всего Не хватает Вот сейчас Мы раз Десятый Наверное Приехали в магазин Carbox Закупились Потому что Каждый раз Что-то новое Вствует Хочется разом Уже сделать Все Чтобы все стояло Хорошее Нормальное Разом Сейчас мы приехали Купили все уплотнители Стеклоподъем А стеклоподъем Мы не купили Сейчас надо заехать Купить стеклоподъемник Задний Потому что Один не работал Каждый день Пацаны делают машину А мы катаемся И просто Попаем запчасть Вот например Вот эту запчасть Там да Ну вроде Какая-то Пластмасска дебильная Ну нахер она нужна Кажется Да Ну просто Какая-то фигнюшечка Мы ее столько искали И потому что Нигде не найдешь Там кто будет Эту пластмассочку Тебе хранить Никто Вот ее не хватало На торпеде Поехали там Ее купили Потом какие-то Кронштейны подлокотников Кронштейны подкапотников Там всякие Вот эти кронштейнечки Всякие мелочевки Не хватает И их нигде нету Если кто-то захочет Делать то же самое Делать из двенашки Или из десятки Приору Это Это тяжело Если честно Это прям надо подготовиться И финансово И подготовиться Морально Да И быть готовым Кататься По авторазборкам Это хорошо Что мы на Кавказе Хотя бы Тут приоры Раскладывают каждый день Ну ебаный хуй блять Тут приоры Раскладываются каждый день И поэтому На разборках Приор хватает Наверное Если в центральной России Где-то собирать Что-то похожее Это наверное Будет очень сложно Потому что Все всегда Надо будет заказывать Рад Хочу вам сказать Что 7 апреля Состоится Премьер лига Манчестер Юнайтед И Ливерпуль А сделать просмотр Более увлекательным Помогут мои постоянные партнеры Из One X Более 17 лет На рынке Они ежедневно Принимают прогнозы На спортивные события Они спонсоры Таких команд Как PSG Barcelona Team Cipred А также Главные спонсоры Турниров по Counter Strike ESL Футбольной серии А и многих других А секрет успеха Просто Быстрые выплаты На большинство Платежных систем Пополнение Без комиссии Регистрация В один клик Без паспорта И стабильность Проверенная годами Переходи по ссылке В закрепленном комментарии Или сканируй QR-код на экране Вот это Вся куча хлама Это все с двенашки Можно свою собственную Авторазборку Открыть Торпеда Торпеда кстати хорошая Я думаю Я ее кому-нибудь отдам Когда вы это смотрите Скорее всего Я уже кому-то ее отдал Так что Ну если что Не пишите там Это тоже себе заберу Пересвет сделаю Эту херню на клей На семерку себе поставлю Хорошо Когда у тебя Много всяких тазов Выкидывать Особо ничего не приходится Ну реально целый Авторазбор здесь получается Вот это все Представьте Все вытащили И все новое поставили Все априор у нас Теперь в двенашке Так Рассказывай Сколько панелей ставил Вот здесь всегда щель Куча А здесь Притык с обеих сторон Пальцы так пролазили Ну у нас тут все продумано Наконец-то сейчас Кстати все дряхлые резиночки Тоже поменяю Которые должен был поменять После покраски Но должно было пройти два года Чтобы тут все херню поменять Вот подключили заслонку Вау Шевелится А ну покрути тут тоже Шевелится Ой-ой Иномарка Иномарка Помните когда в Черкесске был Показывал Насколько у нас много Приор на Кавказе Я вот ехал туда и говорил Приора 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 Прямо на каждом углу В Ставрополе чуть наоборот Здесь короче Приор не так много Хотя тоже много Но не так Здесь Грант У каждого Гранта Отвечаю Я не знаю Как сейчас будет на камеру Но сейчас пока это все снимал Я проехал несколько Грант Вот там впереди едет Гранта Вот навстречу едет Гранта Тут короче с Грантами Такая тема Как с Приорами Вот едет Гранта Вот едет Гранта Так Тут у нас Приора Вот поворачивает Черная Гранта Короче тут с Грантами Такая тема Ой блядь Я на третье трогался Чуть под камаз не встал Вот проезжает Гранта И за ней сейчас еще одна будет Гранта Блядь я не успел За ней Вот стоит Гранта Сейчас сейчас Еще отвечаю Еще одна тут точно должна быть Как минимум Вот стоит Гранта Вот стоит Гранта Вот стоит Гранта Я просто как-то об этом раньше не замечал Я же сам раньше здесь на Гранте ездил Вот Гранта, вон поехала Гранта белая Так, это Приора Много Гранта, сейчас еще дальше поедем Еще покажу Продолжаем, Гранта Вот там серебристая Гранта Вот белая Гранта Так, сзади, блядь, не видно Гранта была Вон выезжает Гранта, вон там если видно будет Вот Гранта, вот Вот Гранта Сейчас вот на этой парковке Вот Гранта Гранта, вот там на парковке Гранта Гранта, Гранта Эээ, тут пробка Кто помнит оперскую езду То самое место, блядь Когда ты в тонере, тебе на все похуй, но мы без тонера Мы аккуратненько так, вот тут вот так встанем Мол, ой, один дворник заработал Мол, мы тут просто стоим А потом, когда людей не будет Вот так вот, мы типа, оба, велосипедик Чик, аккуратненько, никого нету Здравствуйте Я тут у вас поселюсь немножечко Ты опера, ебаный ствол Кто такие эти камеры, когда тачка с учета снятавли На отстрелянных подушках Это мы, кстати, больше полугода назад на этой тачке разложились Когда от мусоров съебались Вчера первый день, как починили И мне ее дали, я сейчас на ней пока катаюсь Совсем немного еще Лады Гранты Гранта Гранта, Гранта Та ты уже выехал Бэлла, чё, на приколе, что ли? Так, где у нас ещё Гранты тут? Гранты Надо снять часовой ролик, как я катаюсь по черкесскому и считаю приоры И как я катаюсь по Ставрополю и считаю Гранты Это Датсун Гранта Блядь, там Гранта Почти Гранта 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 Датсун Гранта Гранта Ну всё, короче, я думаю, суть вы поняли Сейчас забирали посылку с Краснодара Нам прислали вот такой вот канадаптер, чтобы вместо коншины Простыми словами, в приоре 1, чтобы работал щиток от приоры 2 Так как у нас, естественно, нет коншины, так как у нас старая машина Эта штука заменяет типа коншину, чтобы, короче, работала приборка, там вся суета Постоянный путь авторазбор, автозапчасти, вокзал Надеюсь, это уже последнее, потому что я уже устал просто Реально, вот, 4 дня просто туда-сюда вот так катаюсь постоянно Потому что чего-то постоянно не хватает Это, это капец Вот так подключается канадаптер Всё, штекер, штекер Сейчас Пробуем Чик О, уже нет, да, шипки? О, поворотник работает Всё, значит, работает А чё он сказал, АБС не будет работать? АБС не потушим Чек, почему горит? Всё, у тебя половины датчиков нету Ничего страшного Давай заглушим, ладно Лампочки вытащим Процесс Зату... Как правильно? Затушивание Чистый стол, понял Хлеб, сок такой И вот так, блядь, затушить его, блядь Надо затушить, короче, чек и АБС АБС надо затушить, потому что АБС на машине нету, как бы, выдает ошибку А чек горит, потому что на машине нет тех датчиков, которые должны стоять на приоре люкс И поэтому он их не видит и тушит чек Ой, тушит, загорается чек Поэтому сейчас-то всё надо навсегда затушить, раз и навсегда Ну, бардак, не обращайте внимания, это просто такой, это творческий бардак Из-за моей машины, потом, когда она уедет, тут будет чисто Да, я устал делать машину уже, блядь Меня попросили запечатлеть процесс профессионального инструмента Это вот такие вот провода обгрызанные, которые все всякие электрики, конченые, делают на изоленту А вот тут профессионально делают штекеры Правильно? Правильно Я всё правильно сказал? Слышь Вот такие вот штекеры будут у вас, а не всякие там изоленточки Не, ну согласись, чёткая хуя Конечно Это хуя, которая стоит слышать, так не заканчивается Вообще, похуй Слышь Да я когда узнал, что кусачки стоят шесть тысяч, блядь, я чё-то на хуя не умер, блядь Шесть тысяч, блядь Вы диагностику на хуя делаете? У меня чек горит, проезжайте, блядь Чё тебе надо? АПС и чек Чек у тебя где? Послание, я понял, будущее Сейчас мы её подрежем А ты точно чек? А, ты АПС, да, сейчас закрыл? Да Ещё Стоп, сильно, блядь, не тяни Блядь, убери на хуя свою камеру Убери ваш по-братски, ёбр Почему? Ну, меня напрягает Я так не видел У меня... У меня появится У меня появится У меня появится на столе А нам... А нам А они будут точно просвечивать? Сейчас посмотришь Зачем? Пришло время расплаты за запчасти, блядь Я до кадра для тех, кто пишет в комментариях То, если бы меня тоже спонсировали, я бы тоже свою тачку тюнинговал бы, блядь Вон, блядь, спонсорство Так 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 тысяч Это вышли просто запчасти туда-сюда, блядь Сейчас ещё пойду за работу расплачиваться и... И всё вроде, надеюсь Спасибо вам Хорошо Так, теперь время расплаты за работу, блядь Держите Спасибо вам большое Сау До свидания, блядь Уху бы нахуй на Краснодар Судя по погоде, вы поняли, что мы вернулись уже в Краснодар Сейчас, короче, мы едем забирать Весту Её там плёнки клеили, броню Сейчас посмотрим, что там у нас с Вестой Давай-ка в старом стиле, так мне надо Снова собралась послушать рэпа моего бригада Года Года уходящего года Какого только не видал за микроурода Вроде бы получше стало, вроде я толстею В базу загляну порою, по-другому не умею Вижу я на нюханых, я их понимаю Поэтому последние зажигалки отрываю Бывает, драть, чё, покурим мы с тобой ещё Ты меня не забывай, помни, кто есть чё С утра мы все красивы, у кого большие пешки Мы плясали, все устали и стоптали чешки Вот же она, чёрная бестия Заклеили капот полностью бронеплёнкой Бампер полностью Полоску на крыше, ну короче от сколов Я бы и крылья полностью заклеил и побольше бронеплёнки бы наклеил, конечно Но так как в дальнейшем она будет обклеиваться в виниловую плёнку Чтобы потом, ну, много плёнки этой не сдирать Короче, самые такие места Опасные, так сказать Ну, бампер, короче, капот Вот это заклеили А остальное всё потом будет в виниле А так, если кому работа по плёнкам нужна Как обычно, Петра Ментальникова 16 Вот сюда залетаете в эти два бокса Вам тут с кайфом наклеят любую плёнку Что на стёклах, что на кузов С кайфом будете кататься, видишь? Так, а сейчас мы едем по делам Кендру это ведь не парит Не, не парит Кендра посещает пары Ага Кендра принимает пары В ахуе от кендры парни Парни Но кендру это ведь не парит Не, не парит Кендра посещает пары Ага Кендра принимает пары В ахуе от кендры парни Чё? Ну ка твоё, это ведь не парень Не парень Давай померяем На приоры 2 еду Слушал правил Получается, твоя хуйня нихуя не гонает И вообще я не согласен со всем, что ты сказал Счастливого пути До свидания вам Нахуй надо, верните сотку, пидоры Всё равно, обол страны гоняют донированные Опустите донировку, взорвите косяк ВПС не хотят, ДПС не тормосят Нахуй надо, верните сотку, пидоры Всё равно, обол страны гоняют донированные Опустите донировку, взорвите косяк ВПС не хотят, ДПС не тормосят Мусора сказали раскатать льбы А мы как ездили, так и ездим На буты, если чё осадим Слава, он шарит закон А я нихуя не шарю Мы в санях и похуй, чё за годом Хотел запрепить ксенок Пардон, конечно, но это нихуя огонь Похуй, чё за бугром На Урале свой стайл Грузов матовый лоб Не таком зажарит За бугрометик А не пойти любовом нахуй Даже мешарить не шарить Чё такое штрафы Мы никому не мешаем Едем по путям Трамвайным моргаем Аварикой тем, кто нас пропускает С нами солидарен С нами солидарен Любой водитель города По парочке и в точку газ В пол до упора Наблюдай наше лого На лбу автопрома ДПС, ПТ От пацанов с района ДПС не тормосят Ну и конец веселья Началась у нас пробка Аккуратненько Оттормаживаемся И Успокаиваемся Ну что ж, братцы Добро пожаловать в мир роскоши Давайте Смело приглашаю вас В ВАЗ-2112 2001 года выпуска С полной начинкой От приоры Ну совместно Приора 1, Приора 2 Ну буду просто говорить Приора Там особо конечно Тоже разницы нету Встречайте Барабанная дробь Ла-ла-ла-ла-лай Адус мандафака без абандинс Ну так Короче Давайте там На улице Ветер холодно Давайте переместимся в салон И буду вам тут Все показывать Сейчас у владельцев Десяток и двенашек По-любому вот такая вот реакция А у владельцев Приор 2 Типа И что? А что ты сделал? Потому что на самом деле Такой тонкий момент получился То что Столько много денег Это все стоит Столько много сил Нервов И по сути Получается Просто Заводская вещь То есть любой владелец Приора 2 привыкший к этому То есть Ну это обычный приор 2 салон И любой владелец Типа Это обычное для него Да Это стоит в двенашке Ну типа Ну прикольно И вот это такой тонкий момент Для кого-то это вау А для кого-то типа Ну многие даже Кто не знает как выглядит салон в двенашке В десятке Они даже типа не поймут они О планшет поставил Прикольно Я блять Почти полмиллиона сюда положил Ну просто вот чтоб сейчас смотреть на это Ну не полмиллиона Я еще не считал Но мы вместе с вами это все посчитаем Но тем не менее Как по кайфу здесь стало Я отвечу Вот то что я сегодня сделал Это была моя маленькая мечта Любой пацан мечтал о двенашке И когда появилась приора 2 Абсолютно любой пацан У кого есть двенашка Или который мечтал о двенашке Мечтал в двенашку засунуть начинку от приоры Полностью В это входит мотор Ну мотор здесь не приоровский Но все равно шестнарь там плюс-минус Блять кто не шарит тот не поймет Приора проводка полностью Приора салон полностью И внешний черный двенарик на пневме Вот кто об этом не мечтал напишите Я не верю что такие люди существуют Которые об этом бы не мечтали Отвечаю Как здесь комфортно блять Давайте вторую дверь сейчас тоже приоткроем Чтобы нам сюда попадало больше света Но из-за этого конечно ветер попадает Но я надеюсь он как-то глушится Я даже не знаю что сейчас сказать Ну эмоции мои понятно да Но это еще не конец Я к тому что дверные карты как видите Остались те же самые от двенашки Они упираются тут в торпеду И здесь я скотчем так за это Чтоб не царапало заклеил И сейчас мы поедем устанавливать музыку И поставим наши дверные карты Prior 2 Сейчас мы говорим о торпеде На самом деле очень много мелочей Если хочешь сделать грамотно Не просто внешне красиво Все эти мелочи стоят больших денег Отвечаю Ну нет они по отдельности стоят небольших денег Но в совокупности блять реально я Дверь решила закрыться Ну реально я отдал хорошую сумму Я не ожидал что я столько заплачу Давайте начнем не с внешки А с подкапотки Чик Чик Подкапотка Что у нас тут изменилось Желтый некрасивый аккумулятор блять Подкапотка полностью Priora проводка Как видите блок предохранителей от Priora Вот эти предохранители от Priora К сожалению я в начале ролика не показал Как эта проводка выглядела до Она была Ну в смысле прям отрыгана Она половина была на изоленте Половина Реально голые провода Провода торчали Оголенные Реально вот так оголенные провода торчали Они все были вот так разбросаны Теперь посмотрите Как здесь все аккуратно сделали По братски Все провода идут в гофрах Все штекеры на своем месте Ничего нигде не валяется Не болтыхается Раз гофра пошла сюда Раз гофра пошла отсюда Сюда Все аккуратно Как реально это выглядит В Priora И получается Здравствуйте Можете листовку взять Там вкусно очень Спасибо Это вам Вам спасибо Хорошего дня Да спасибо Люблю когда мне никто не мешает И не отвлекает меня И не сбивает меня И вот что я сейчас рассказывал Блин я не помню Наверное про проводку Все аккуратно Теперь через гофру Ничего нигде не торчит Все на своих местах установлено Установили новый генератор 140 ампер Потому что старый по любому Эту движуху 81 Не потянул И решили сразу Хорошее поставить Не какой-то там тюнинговый Автозвукерский И так далее Я думаю 140 ампер Этого в принципе Хватит вот так Под Priora проводку сделали так Что поставили Восьмиклапанный модуль Сюда Честно тонкости не знаю Но тот модуль Почему-то что-то там не подходило Поставили модул Восьмиклапанный И у него бронепровода Поставили Вот так Под генератором У нас там Расположился Кондиционер Этот как он там называется Я забыл Тоже полностью от Priora Вон вентиляторы Радиаторы Вот они тут На самом деле это так все Легко рассказывать Но это все становится Сюда не совсем В болт В болт так сказать Потому что Приоровские трубки заходят Там чуть-чуть с другой стороны Их надо там подогнуть Тут подогнуть Там подстучать Печка приоровская Не залазила в это место Короче Как не объяснили Эта двенашка слишком старая Если бы она была 2006 Например года Или от 2006 года То там все заходит намного проще Например Печка на свое место заходит Очень легко Здесь же пришлось подбить Немножко расширить Это так сказать Подстучали Засунули Короче заколотили Можно сказать Но самое главное Что все подключили Все это работает И на самом деле Даже так непривычно смотреть Двенашка так капот открываешь Раз тут кондиционер Роли там натяжительные Растяжительные Вся суета Но еще не поставили Вот сюда резинку Нужно будет поставить Да чтобы это аккуратно смотрелось И ну на самом деле Я это сейчас просто так В двух словах все рассказываю Но очень много чего было сделано Много мелочей всяких Там 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 Вон видно там Желтый вакуумник поставили Новый спортивный Он так и называется Спорт Ну и в целом под капоткой Вроде бы все Я блять Реально это делалось там два дня А я это рассказал просто сейчас За две минуты Полностью вся старая проводка Вот так была Выдернута И выкинута И новая засунута И посмотрите как ярко теперь горит Даже та же самая аварийка Поворотники стали гореть Намного ярче Это все тонкости проводки Вот представьте Но у многих на старых тачках Не ярко горят Поворотники Стопари Теперь это блять Я надеюсь вам ветер сильно не задувает Если что не обессудьте Я ветреную защиту с собой не взял Вот посмотрите Ярко теперь горят поворотники Стопари Габариты все это горит Намного ярче Также поставили люксовые зеркала До этого стояли приоровские зеркала Но не люксовые Сейчас поставили люксовые Сделали американку, то есть вот так она горит И даже ярко здесь регулируется То есть я могу сделать тусклее, могу сделать ярче Габарит в поворотнике Вот эта вот штука, это все регулируется Сейчас это не будет заметно Ну и также, когда включаешь поворотник Поворотник тоже моргает То есть это не просто американка замкнутая, которая постоянно горит А также она дублирует у нас поворотник И зеркала, сейчас это временно вот сюда все выведено С регулировкой, подогревом Чик, вот все регулируется Это зеркало Это зеркало, вот все катается Раз, все лампочки загораются Но единственное, мы затушили чек и АБС И даже в отличие от моей приоры Которая идет уже с коншиной Я поставил приборку приора 2 У меня не работают поворотники Здесь работают и поворотники Обороты у меня повышены, нужно поменять датчик холостого хода Чик, у нас вот так вот Руль теперь очень легкий, реально Прям очень легкий Усилитель руля поставили от приоры 2 Он мощнее, чем от первой приоры А рулевая рейка здесь стоит та же самая От двенашки, то есть заводская Мощность этого электроусилителя предназначена для Приоры 2 рейки, да 3.1 оборота Она чуть тяжелее И поэтому здесь руль очень легко вот так крутится Единственный минус, то что Это старая двенашка Двенашка от 2006 года Или десятки У них бы это все становилось болт-он, как говорится Здесь пришлось ставить переходную пластину Переходной, там не видно короче Переходной рулевой карданчик И за счет этого вот здесь вот так вот Немножко с этой стороны некрасиво смотрится Да вот, ну отсюда, например, видно вот эти все внутренности И здесь тоже Ну и здесь эта шторочка как бы вешается такая Надо будет ее где-то найти, повесить Руль Prior 2 оригинал Соня будет ставить сюда руль от Керью Не знаю, мне он не очень нравится Ей очень нравится Она хочет, чтобы был мультируль Выглядел руль, она уже заказала Ей скоро сделают Кстати, я так забываю каждый раз рассказать Соня тоже начала вести свой ютуб-канал И снимает ролики про двенашку У нее там уже 3 ролика, по-моему И вот все, что я здесь в ней не успел сделать Продолжение выйдет Соня будет делать сама На ее канале выйдет предложение Надо будет по дну там поварить Потому что когда подорвали паласы Когда проводку меняли, увидели Там уже гниль пошла Нужно будет переварить По кузову один момент Там с той стороны Нужно будет переварить Также она хочет расклеить ее И заклеить в круг палтосом Перешить сидение Тут старое, видите, сидение Она будет ставить от Priora Перешивать красиво Короче, сделать красивый салон Расклеить ее Заклеить палтосом в круг Ну вот ей так нравится Я как бы это не поддерживаю, конечно Такую тонировку Но захотелось сделать так Не понравится, переклеить обратно Так что ничего страшного нет Если что, ссылку на ее салон Хотел сказать, на ее канал Оставлю в описании Залетайте, кому интересно В конце ролика мы подробно Постараемся посчитать Сколько мы сюда вложили В это все Сейчас давайте продолжим Рассказ о том, что было сделано Также сейчас давайте еще раз запустим За счет того, что поменяли проводку Проводка теперь свежие Стекла вообще еле ездили Я думаю, это проблема многих Вот поменяли проводку Вот поменяли проводку Сникоподъемники ничего не меняли Раз, стекла начали кататься Очень быстро Они раньше реально еле-еле ездили И также Соня будет сюда ставить двойные стекла Чик-доба, сюрпризик И задние стекла теперь катаются Посмотрите, как быстро Здесь стало все реально работать По климату Короче, есть один косяк Мы так и не поняли Но как нам подсказали Эта проблема в том, что Кто-то когда-то в печку приоры Поставил какую-то запчасть от Гранты Я, короче, не запомнил Что там конкретно Но вот единственный косяк Теперь в том, что Перепутаны минус и максимум Ну, на обычной приоре Максимум это тепло А минимум это холодно А здесь теперь все наоборот То есть вот это сейчас тепло На минимум А вот эта заслонка Открывается на холод Кондиционер нужно будет включать Вот в этом режиме И вот сейчас вам Включу кондиционер Раз, бля Это так сейчас непривычно делается Я сейчас даже не верю Что я сижу в двенашке 2001 года Которую я когда-то купил Я даже подумать не мог Что я смогу столько денег В нее вложить Отвечаю Раз, чик, пошел Оп, обороты поднялись Оп, пошел холодненький Также есть кнопка Рециркуляция Которая тоже работает Вон, слышно, да? Теперь, ну, в двенашке Когда вы видели рециркуляцию Теперь есть рециркуляция Автоматический свет Вот, то есть смотрите Вот я включаю автоматический свет Чик, сейчас чуть темно Раз, свет включился То есть датчик света Датчик дождя Также сюда, это провода Под крышей остались Нужно будет поменять лобовое Чтобы здесь была выемка Под датчик дождя Но я это сделать не буду Потому что нахер не нужен Этот датчик дождя Максималочку включаем Пошел Ой, у меня в ноги направлены Так, вот и Первые косяки, короче Я не знаю, как так получилось Но, естественно, это все Устанавливалось не новое И вот я сейчас только заметил Хотя до этого работало Я сейчас заметил То, что не регулируется поток воздуха Сейчас у меня постоянно идет в ноги Вот сейчас я включил У меня в ноги идет И вот куда бы я сейчас не ставил Вот, например, только на лобовое У меня все равно, короче, заслонка не переключается Почему-то Не знаю почему Ну вот, придется ехать тоже это исправлять Неприятный момент Я не знаю, почему это случилось Но нужно будет починить Ее тоже, кстати, вот эта штучка, которая это все регулирует Ее тоже была проблема найти Так как торпеда изначально была на машине без кондиционера Пришлось обзванивать разборки И Соня там кое-как нашла Но она работала Но сейчас что-то с ней случилось, я не знаю Но я хочу сказать В машине стало холодно Так что давайте выключаем Ну, кондиционер работает Очень холодным дует Прям реально холоднющим Подогрев заднего стекла Рециркуляцию автосвета я вам уже показал Здесь пока пустое отверстие Так как, ну, нужно блок подогрева сидений купить И сидения вообще, ну, все А, тут же с подогревом сидения А что я туплю? Я что-то думал, надо сидения с подогревом купить А тут же сидения эти Это же двенашка люкс Бля, у него 4 стеклоподъемника с завода было И подогрев сидений был Провода под подогрев вывели Нужно просто их подсоединить к сидению Что-то я об этом только сейчас вспомнил Ну, есть приоровский бардачок Со всякой мелочухой, как обычно Единственное, вот видите, манометры сейчас тут валяются Я купил подиум под манометры, который будет стоять здесь И вот сюда выведут манометры Это еще тоже не сделали И купил вот такой вот пульт под пневму Чтоб нигде вот эти кнопки, вот это много кнопок не делать Я хочу вместо подогрева все-таки Ну, не знаю, подогревом не особо пользуемся Вместо подогрева, чтобы две кнопки были Передний контур, задний контур Чтоб не обязательно до пульта было лезть Чтоб можно было быстро это все делать А на пульте здесь вот задний контур Передний контур Левое переднее колесо И, ну, также это полный спуск, полный подъем По мне так будет круто Только это надо все подключить Сейчас, ой Сейчас пока провода вот так вот Ну, старые провода вот так вот все Также потолок Черный потолок Его, блин, не видно Я не знаю Давайте фонарик включим Как показывать черный потолок, я не знаю Вот, черный потолок, новый Козырьки пока не поставили Нужно поставить, потому что старые не подошли Новые вот эти вот стойки Тоже черный, ну, черный потолок, естественно Так как у нас приора люкс Плафон от приоры люкс И задний плафон также поставили от приоры люкс То есть задний плафон у нас есть Передний плафон у нас есть У нас реально Ну, в салон сел, все, это приор Также установили крутой планшет с карплеем Честно, я не знаю название Оп, там, видели, двенашка стоит А как туда выйти? Я хочу туда Ну, да ладно, там Sony настроят И поставили вот такой вот магнитофон Пионер 80, какой-то 80, по-моему, да? Я сильно в этих пионерах не шарю Но Sony, короче, заказала вот такой вот новый пионер Красиво сюда вписывается и с этим планшетом Когда включаешь габариты, планшет станет тусклее Тут показывается, что включаются фары И магнитофон также становится тусклее при включении габаритов Наконец-то поставили видеорегистратор Потому что это реально нужная вещь Когда там либо шашки замутил Либо реально там что-то какое-то Короче, регистратор отвечает Блядь, очень важная хрень Ставьте его всегда Также установили сигнализацию Starline A93 Как у меня в Kalini 2 Sport установлена Очень крутая сигналка с автозапуском Sony теперь реально прям довольна И забыл еще сказать огромное спасибо Магазину Carbox И если вам нужна автозапчасть или тюнинг Обязательно обращайтесь туда У них как раз сейчас открылся сайт Очень удобно что-то выбрать, подобрать Ссылку еще оставлю в описании Или если вам нужен автоэлектрик в Ставрополе Установка сигнализации, там магнитофонов, планшетов В общем, автоэлектрика на любую тачку Тоже ссылку оставлю в описании Давайте сейчас, короче, поедем Так, блин, манометры теперь там валяются Неудобно так раз На ощупь чисто опустил Смотрим Перед Перед можно чуть-чуть спустить еще Чик, ближе к двоечке Пусть у нас будет Зад Ну, в принципе, пойдет Немножко машину приподняли Все Вот она, мечта Отвечая, я думаю, любого пацана Черная двенашка на плене С начинкой приоры Электроусилителем и кондиционером Бля, я просто не представляю Как можно об этом не мечтать Сейчас мы выезжаем Для меня это будет завтра Для вас через пару секунд Едем на установку музыки, которую я вам ранее показывал Аккуратненько Вот так вот Здравствуйте Мол, мне направо, то А, а, мне же, мне же налево Чуть запутался одной рукой Потому что у тебя Электроусилитель руля Электроусилитель руля Это реально Ну, кого этим удивишь Никого На всех На все машины, которые сейчас здесь стоят У них есть электроусилитель Или гидроусилитель руля Но когда ты устанавливаешь Электроусилитель руля В машину В которой этого завода не было То есть ты ездил на этой машине Без него А теперь ездишь с ним Такой кайф ощущаешь На других машинах Это само по себе Ну, типа ты Сел там вон В Skoda Rapid, например Ты ж не едешь Такой, о, какой усилитель руля Тут, блядь И крутишь руль одной рукой Тебе похер на это Но когда ты поставил Сам электроусилитель руля В машину В которой он не должен стоять Отвечаю Ты вот так вот едешь Так, сейчас зеленый загорится Я покажу, как ты поворачиваешь руль Давай быстрее Чик И все Так пошел Одной рукой Ладошкой Вот так Так, чик Ты китаец Ты не знаешь Что еще сейчас вещает Ты просто купил тачку Сел на ней Поехал Пешеходов даже не пропустил Все, штраф тебе, блядь А когда ты так раз Можешь пешеходов объехать Одной рукой Одной рукой Здравствуйте Чик, вторую включил Пошел Раз, такое чудо Хочу надавить Раз, вот отсюда ногу взял Так, бах Газ в пол Пошел Оба в отсечку Чик-то взял Пятую кинул Оба у нас на холодную стоит Надо на теплую поставить Чика, тут что холодно Раз Стекло приспустил Все Ты на приоре Вот ради того Чтоб вот так ехать Я готов тратить Сотни тысяч рублей Я клянусь, блядь Вот в машину В которую Нахер это ничего не нужно Она не заслуживает Это просто старая машина Она нахер никому не нужна На таких машинах Да, 12-х 2001-го года Люди, блядь Мешки цемента возят Они их не ценят Не берегут Не, блядь Не моют даже И говорят Вот, а нахер В эту машину деньги вкладывают Когда эту машину делали Заходили люди Видели, что в эту машину Вставят все от приоры Да, кондиционер Салон Там, проводку Они узнавали Сколько стоит это денег И их была фраза, блядь А не легче было приору купить? Да пошел ты нахер Со своим легче приору купить Сам кайф в том, что Это двенашка Ты вот в нее Вот это вот вложил Вот так вот музыку накрутил Но я ее что-то выключил, блядь Вот так вот стекло открыл Вот так вот Чуть-чуть назад откинулся Вот так И с кайфом Так выглядываешь Мол, э, че там, блядь Че за суета у вас там? Че так медленно едем, блядь? Чтоб он в зеркало смотрел Думал О май гарбл Что он хочет, блядь? Что хочет Это двенашка, блядь А ты понимаешь То, что салон-то у тебя От приоры, блядь Как сейчас модное слово Вайб Это свой вайб, блядь Когда ты вот так вот К этому, конечно, привыкаешь Не знаю Условно говоря Через год Я уже не буду обращать внимание На то, что в двенашке, да Там приора с салон Потому что я к этому привыкну Но эмоции Когда ты это только-только ставишь И с этим катаешься Это неповторимые эмоции Которые ты Не получишь, блядь На китайца Ну, поняли, короче, суть А, забыл показать Камеру заднего вида же еще установили Бампер над номером Теперь вот так вот Чик-чик-чик Можно близко Теперь реально люкс у нас, нет? Вот это реально люкс По дворю у меня, как обычно Привет И вот на автозапуск Оставил Невому спускать не стал Чик-чик Все, сама заглохла Соска Соска He was once a thug from around the way Slim thugger, motherfucker I represent the H at the bottom of the map And I was born and raised in the bottom of the trap The number one rule is you gotta stay strapped Cause any given minute you can take that long nap I roll with gorillas Killers and the killers Cause when I'm on stage That's the only fool spillers Real trill niggas Let me see your hands I do this for the streets I ain't tryna make you dance Roll so low I don't need no friends Still flip that lack I don't need no bends And all them throwing money I don't need those ends Matter of fact, I be back I need more to spend She says she wanna Клянусь, как я в детстве мечтал Вот то, что сейчас происходит Вот я сейчас просто в моменте об этом задумался Сейчас, слушайте, слушайте, лежать полицейский Чик-чик-чик Чик-чик-чик Вот сейчас об этом моменте задумался Как я мечтал о том, что сейчас у меня есть Когда у меня не было прав, не было машины Я вот так, когда в автобусе на учебу ехал Или куда-то в другой город Когда едешь Там или с родителями на море, условно говоря Ну, условно, когда ты где-то в дороге На пассажирском Когда ты пиздюк В наушнике музыку накрутил И я всю жизнь слушал АК-47 Вот отвечаю Самая любимая моя музыка Кто бы что там не говорил Но я все детство слушал эти треки И по сей день их слушаю Блядь, она повторит постоянно И вот сейчас поставили музыку в двенашку Я вот так вот чик-чик-чик Накрутил И вот я сейчас понимаю То, что сейчас происходит то, о чем я мечтал Я вот так, как я говорю В наушнике Потхнешь Включаешь музыку И представляешь Как ты вырос Как я качу на тачке своей мечты Вот так На пневме В круг тонированной С музыкой Чтоб мне все было Все, вот сейчас в этой машине Есть все, что я когда-то мечтал, да? И вот я это сегодня воплотил И оно вот уже чуть по-другому Воспринимается Ты уже вырос У тебя уже много каких-то проблем своих Взрослых, так сказать, блядь Много разных проблем, конечно, рождается С возрастом Но вот Должна быть такая машина Которая О которой ты в детстве мечтал И ты ее воплотил И когда ты в нее садишься Вот эти все проблемы По ту сторону машины остаются Ты просто Возвращаешься В детство Просто Ты вот сейчас маленький ребенок Который мечтал об этой тачке И ты можешь себе позволить Уже не мечтать В наушниках А вот так накрутить В своей тачке мечты С телками ебемся То, чего мы хотим Незаконно отчим Ну камень-то бы понял Но в ебло даст отчим Это Витя Это Витя Это Витя Это Витя Витя и Максим Это Витя Это Витя Это Витя Это Витя Это Витя и Максим И это отвечает двойное наслаждение Когда ты едешь в тачке мечты И слушаешь те же самые песни Которые слушал раньше Не новые вот эти, блядь Мархирштерны, блядь А вот те, которые ты слушал Кто как крутит Кто-то тупит А ты вроде бы умный Грузей закрыли По отпечаткам пальцев А ты с доплатой фольца Поменял на ланце Ты купил, чтобы продать подороже Навариться Но об этом позже Как тебя зовут? А для новых игроков, кто зарегистрируется по моему промокоду Ждет приятный бонус в виде до 25 тысяч рублей на первый депозит Так что досматривайте и присоединяйтесь Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, короче, я отмонтировал уже часть этого ролика, который вы смотрите Как я и говорил, я его снимаю первый раз на новую камеру, на GoPro И, к сожалению, я, конечно, за это очень сильно извиняюсь. Периодически я закрывал микрофон пальцем где-то, но на самом деле я вот так сейчас всю камеру обсмотрел, я даже не понимаю, где я закрывал его пальцем. Ну, типа, где тут микрофон, что-то вроде спереди и сверху. Я вроде камеру всегда держу сбоку, но сейчас постараюсь крайне аккуратно держать камеру, чтобы не закрывать пальцем. За это еще раз извиняюсь. Примем меры, как говорится. Сейчас я со всех сторон обсмотрю. Тут нету, тут нету. Вот так возьму. В общем, приступим. Сейчас немножко у меня была конфликтная ситуация, о которой, к сожалению, не могу рассказать, но мне немножко подиспортили настроение. Я хотел сейчас закончить видео более заряженно, но немножко вот как-то сейчас подиспортилось настроение. Так что, если увидите во мне немножко грустные тона в голосе, не обессудьте. В общем, смотрим. Прошу любить и жаловать. Музыкальный автомобиль. Как круто получилось. Мне, если честно, нравится больше, чем даже на приори. На приори у меня также идут динамики в таком же расположении, но они идут в одной плоскости. Вот этот немножко утоплен у меня тоже, но остальные идут в одной плоскости. Здесь Sony сделали так, что каждый на ступеньку выше. То есть тут чик-чик-чик. Для более громкой работы динамики, конечно, ставить выше, потому что, когда дверь закрываешь, они в сиденье поют. И пищалки, конечно, стоит ставить, если говорить о звуке, либо сюда, ну повыше тоже, либо в батоно вот сюда. Но внешне мне это не нравится. Sony тоже это внешне не нравится. И поэтому мы решили... Мы особо не музыканты. Я, честно, в музыке не разбираюсь. Я вам сейчас не покажу и не расскажу, сколько тут, блядь, этих... В чем там измеряется звук? Я уже даже забыл. Если честно, мне это вообще все не важно. Мне просто нравится, что я включил песню, и оно играет достаточно громко. Поэтому все вот эти тонкости мы не соблюдаем, так сказать. Мне важнее красота. Здесь вставка под алькантару. Но она такая прикольная, мне нравится. Она мягкая, вот видно, да, пальцем ее нажимаю. Она продавливается. Она прям, ну, наверное, такой толщины. Но ощупь очень мягкая. И давайте покажу вам сап. Изначально я говорил, что будем ставить две двенашки в один короб. Но передумали немножко и поставили одну пятнашку под такой короб. Короб на вот такой трубе. Правильно даже не знаю, как там она там называется. Диаметр, наверное, тоже обычно говорят музыканты. Но я не знаю. Просто купил короб, который мне внешне понравился, и подошел под сам. И вот так два усилителя там. Сейчас, конечно, здесь все так страшно, да. Вот здесь вот это все сиденье не закреплены. Здесь нет пластика, там все это видно, все страшно. Это все будет делаться. Это все будет делать Соня. Моя задача была сейчас основные вложения, так сказать, в нее сделать. А Соня там уже пусть доделывает всякие мелочи. Все мелочи, которые сейчас вам бросаются в глаза, это исправится у нее сюда. Те треугольнички нужно поставить. Мое дело было сделать основные доработки. Ну и что вам еще рассказать, я даже не знаю. По музыке, в принципе, все. Больше я вам ничего не могу рассказать. Я в нее влюбленный. И я отвечаю. Наверное, судьбой было дано, что подписчик, который когда-то ее выиграл, когда она разыгрывала около двух лет назад. Наверное, так было дано судьбой, что подписчик забрал деньги. Ну, вместо нее выбрал деньги. И эту машину, честно, я люблю душой, так же, как и Соня. Прям все деньги, которые в этом ролике были в нее вложены, ни о капле не жалею. И вот я сейчас в эту машину сажусь, понимая, сколько денег сюда вложено, но по факту не особо как-то все это... Нет, чего особенного по факту. Но моя душа радуется. И вот ради этого я и продолжаю этим заниматься. Не раз я встречал под своими роликами комментарии. Я тюнингу российские старые тачки, да? Ну, это с 2001 года машина, она старая. Кому она, по сути, нахуй нужна? Но эти машины заслуживают этого отношения от нас. Поэтому любите их, сука. Так вот, чему я говорил. Не раз я в комментариях встречал комментарии. Нормально сказал. Такого рода, что как осла не наряжай, конем не станет. Или, типа, сколько ты денег, типа, в автоваз не вложишь. Мерседесом не станет, блядь. Да ну нахуй, просто. Серьезно? Я-то думал, она Мерседесом станет. Вот это самое тупое мнение, как по мне. Люди встречаются с разными осуждениями. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Типа, ну, блядь, какая вам нахуй разница? Но вот этот комментарий, когда, типа, Мерседесом не станет. Вот самый тупой. Ты реально думаешь, что человек, который тюнингует свою машину, реально думает сейчас, он такой, блядь, машину там условно 200 тысяч вложил. И такой стоит, ждет, блядь. Блядь, чего она Мерседесом не становится? Вот, типа, вот так вы думаете, блядь? Каждый кайфует со своего, ну, блядь, нравятся людям эти машины. Так же, как и мне. О, либо лезете со своим тупым мнением, блядь. Мне параллельно на это мнение. Если бы я к нему прислушивался, наверное, у меня бы таких машин не было. Я бы этим не занимался. Тем, чем я занимаюсь. Ну, просто я хочу, чтобы вы со стороны на себя посмотрели. Просто вот, на что вы рассчитываете, когда это пишете? Что люди, типа, такие, блин, реально, блин, реально, походу, Мерседесом не стало. Все. Блядь, тогда ты, блядь, красиво одеваешься, по-чистому одеваешься, блядь. Ты ж Мерседесом не станешь, блядь? На, ты себе новую одежду покупаешь, блядь. Какие-то, может, бренды, возможно, себе покупаешь, блядь. На, ты ж Мерседесом тоже не станешь, блядь. Брэдом Питом ты ж тоже не станешь, блядь. Чё ты тогда одеваешься, блядь, красиво, нахуй? Чё ты тогда в пиджаке ходишь, блядь, в рубашке, в белой, в чистой, блядь? Думаешь, с кем-то станешь, нахуй? Все остаются с собой, так же, как эти машины, но красиво ж выглядеть ты хочешь? Я тоже хочу, чтобы моя машина выглядела красиво. Да, блядь, это двенашка старая, но, блядь, кому-то от этого плохо, что ли, что я в неё с такие бабки вкладываю? Сейчас достанем калькулятор и попробуем посчитать хотя бы то, что вспомним, что мы сегодня в этом ролике вложили в эту машину. Поворотник, кстати, тоже надо поменять, туда грязь попала, видно, да, он мутный прям очень. Это всё Соня, Соня сделает, она любит всякие мелочёвки делать такие. Давайте начнём с самого начала, это торпеда Priora 2. Честно, ну, много мелочей я в неё докупил, ну, пусть будет это всё 50 тысяч, как я её покупал. 50 тысяч у нас выходит торпеда Priora 2. Кондиционер, ну, давайте по-честному, мне его предоставили бесплатно, кондиционер и проводку, ну, мы не будем считать. Ну, условно говоря, если бы я это покупал, мне бы это, наверное, тоже около полтоса бы вышло. В магазин Carbox, вы видели, я дал 95 тысяч, но я забыл, уточни момент, 95 тысяч вышли не все запчасти на эту машину. У меня был долг в магазине 38 тысяч за Priora. Я когда в прошлых роликах менял пару в коробке, там дисковые тормоза, это всю тему делал, я чуть в бюджет свой не уложился, чуть денег мне не хватило, и у меня был долг в магазине. Сколько я дал? 95 тысяч, 95 тысяч. И минус 38, это долг за Priora был, я не на 95 тысяч запчастей накупил. Бабки, которые входят, получается, сколько это, 60 с чем-то тысяч, бля, я не умею считать, короче, 60 с чем-то тысяч. В эти бабки вошло новый генератор, подрулевую кожу, глянцы вот эти вот вставки, муляж подушки, вот этой вот штуки у меня тоже не было, блока света. Новые кнопки мы поставили, вот этот блок, этот кожух, эти сопла мы покупали, если честно, я уже даже забыл, сколько всего мы купили, но реально это на 60 тысяч все вышло, потому что оно вроде вот это полторы тысячи стоит, это три тысячи стоит, вот это еще сколько-то, и в итоге это в круглую сумму хорошую это все выходит. И честно, я уже даже не вспомню, что мы сюда покупали, потому что мы раз 15 ездили в этот магазин, и я не вспомню. Вот этот блок вот этих кнопок, вот эта вот штучка. В общем, я думаю, на слово вы мне поверите, я надеюсь. Так, по работе мне вышла, это установка кондиционера, замена всей проводки, замена торпеды, установка магнитофона, планшета. В общем, там реально тоже было очень много мелочей, которые были старые, я менял все, что старое и разъемное, я менял. Это получается так, я такой пришел, вот это еще желательно поменять, я такой раз пошел, поменял там трапецию дворников. Вот такие вот мелочи, мелочи, мелочи. Вышла хорошая сумма за работу, прям, ну реально, блядь, внушительная такая сумма. Я заплатил 70 тысяч рублей, но это плюс сигнализация в эту же сумму входит. И еще какие-то мелочи, блин, ну честно, мелочи я забыл, но я со своей памятью ничего не могу сделать. 70 тысяч, это не только работа, а работа с учетом сигнализации и каких-то там еще мелочей, я точно не помню. У нас получается 177 тысяч рублей, дверные карты вышли 30, блядь, ну 30 копейка, ну пусть бы 30 тысяч вышло дверные карты. Музыки здесь на 150 больше, конечно, но учитывая все проводки соединения, всю эту фигню, на 150 тысяч музыки, это у нас 360 получается. Работа мне вышла в 10 тысяч установка музыки, плюс 5 тысяч всякие подсветки мелочевки, плюс 5 тысяч. А, я забыл посчитать магнитофон, 2014 по-моему он стоил, если не ошибаюсь, ну пусть будет 15. Планшет вышел в районе 12, если не ошибаюсь, точно не помню. Я, капец, это 400 тысяч уже, и я говорю, я половину забыл уже, это я сейчас просто то, что вижу, считаю. Капец, просто полмиллиона на ровном месте, напоминайте, что я еще здесь. Просто у вас это все в одном ролике идет, а у меня прошло уже больше двух недель, и честно, я, ну, занимаюсь другими машинами, и я из-за этого забываю, реально. Если бы я одной машиной занимался конкретно, я бы, конечно, многое помнил. А канадаптер, кстати, чтобы работала приора 2 панель, ну вот этот спидометр, чтобы все работало, это тоже мне стоило 9 тысяч. И вот таких мелочей много, которые я забыл, такие как канадаптер, там какая-то херня, там какая-то херня, там тысяча, там пять тысяч, и плюс-минус, ну, я думаю, в полмиллиона сто процентов мне это все сидит. Там один вот этот блочок около 9 тысяч стоит, если не ошибаюсь, просто вот этот блок стеклоподъемников, просто. На автоваз такие цены сейчас стали, мне кажется, реально и на марку легче содержать, но мне душой все равно ближе автоваз. Вот сюда, кстати, вывели, наконец-то у нас будет брызгалка, вывели сюда брызгалки, врезали. В общем, как-то так у нас все получилось. Так что, все о себе-то о себе. Давайте спросим хозяйку автомобиля. Вот она едет, как видно, жара, стекла закрыты. Принимайте автомобиль, ну, вы уже его приняли. Рассказывайте, как ваши впечатления. Я еще не привыкла, в салон я привыкла к старой панели искать все кнопочки, где там по бокам или еще что-то. Вот. А в целом мне очень нравится. Все, я вас поздравляю, вы являетесь теперь двенашкой, мечтой, бля, как сказать, мечта многих пацанов, это черная двенашка на пневме с музыкой, заклеенная в круг. Осталось двенадцать только поставить и с начинкой от приоры, так что. Приора двенали. Все, давайте, катайтесь на здоровье. Я там в описании ссылку на твой канал оставляю. И с тебя наделать все мелочи, типа, с меня все основное было, с тебя вот эти треугольнички поставят, порожки вот эти стоят, ковролин поменять там, поварить, все, что нужно сделать, вы должны сделать, так что, пожалуйста, не подведите. Все, давайте еще раз, всем пока. Давай, езжай, я сниму, как ты уехала. Ну, вы видели, как руль легко повернула? Ну и все, на этом, братцы, мы с вами прощаемся, всем спасибо большое за просмотр, делайте свои тачки, радуйте свои эмоции, так вообще говорит кто-нибудь, радуйте свои эмоции. Ну, в общем, вы меня поняли, я вот только сейчас BMW с ремонта забрал, как бы это ни звучало, но это правда. Всем спасибо большое за просмотр, всех люблю, всех обнял, всем пока. Ну, а ну, если вот так, чик, вот так вот. Еп, да все, всем точно пока теперь.